Вот это вот фотография. Это помощник Сергея. Андрей, он выкопал саженец. Ну это двух лет. Лучше было после первого года продать, но не удалось продать. Теперь он на грани. Еще одну констатацию. Я уже повторяю, брат, извини, но не могу остановиться. После этого, когда я сделал фотографию, он отрезал две трети. Вот где-то, вот если брать по длине, две трети он отрезал. То есть все приросты второго года он отрезал. Почему? Потому что надо было скоординировать так, чтобы корни и кроны были сбалансированы. Вот это, ради этого. Вот. И тоже не в одном университете. А Элина Александровна, подтвердите. Вы сельхоз вуз закончили. Никто, никогда. А это миллионы больных деревьев, потому что любое дерево без обрезки, раз уж пересаживать, да, калека. Да, раз пересаживать, уже калека. Теперь делаем ее менее калекой, а не более калекой. Все миллионы деревьев, которые без обрезки пересажены, а не дай бог на рынке, они все полумертое. Это все более калеки. Вот это еще. Видите, сколько это? Почему я это? А вот это вот саженец, я его нашел на конец фотографии. Помните, я говорил, вот там сзади яму выкопали, вот там земля, вот это справа. Та самая яма, куда, для бытовых отходов. Вот. Справа взяли, взяли, а ровно одну тележку. Занял они буквально, может, полминуты. Потом выкопал, я все делал сам, тележку не я. Вот выкопал я саженец. Вот он, он был совершенно, на тот момент уже, вот лучше бы такое посадить. Я специально эти две фотографии, я их рядом поместил. Почему? Вот это было бы да. Но, что такое посадка правильная? Правильная посадка занимает несколько минут. То есть, вот этот саженец, он сильно уступал ему, это как день и ночь. Вот это и вот это. Но, так бывает, нашел под него место, места и так не хватало. Выбора не было, но тем более, это академик. Вот. Уже все было продано, уже это самое, так вот бывает. Вот, значит, а, думаю, посажу, не самый лучший. Вот. И у меня здесь написано, это, ну, то есть, там, папка 2020 год. Нет, 2021 год. И вот, нет, 2020 год, не буду привлечивать. И вот проходит 20,5 года. Любуйтесь. Видели? Вот. А у меня есть еще другой ракурс. Это получилось, знаете как? Вот, с другого ракурса видно. Ну, в общем, впечатление производит великолепное. То есть, ни поливов не было, только при посадке. Вот это я делал, как сказать. Это я делал, как моментальная посадка, без всякой дури. Когда на саженец 10 наименований задать, и же потом вы же побежите покупать магазин. Все, что вам те дамы пересислили. Помните, выше показывал. Вот. А здесь ничего нет. Абсолютно стерильная земля. Вот из этой ямы, вон она черненькая. В правом верхнем углу. Вот. И кто вам еще надо, господа? И зачем вы все эти изощрения, кроме как карман? Вот. Ну, еще раз знакомьтесь с моей племянницей. Уважаемые дамы Сережны. Юлия Сергеевна Мельникова. Так. И она занимается расспособкой. Так. Уже это был 20-й год, 21-й год, 22-й, сейчас 23-й. Единственное, Юля, скажи, что работы стало меньше. Правильно? Вот. А так вообще добросовестные дела. Значит, качество гарантируем. Помните это? Из тех же самых мешков Сергей садил. Из тех же деревьев. И хранение одинаковое. И прочее, прочее. Вот это я хотел сказать, что лишний раз. Значит, спасибо тому же Арсену за подарок 200 рублей. Но для меня главные подарки, вы знаете, это фотографии с ваших садов. Вот. С прекрасными плодами. И когда вы покупаете мои семена, вы даете возможность многим-многим малышам в прямом смысле выжить. Так что я надеюсь, что купите. Валерий Константинович, здравствуйте. Это Глушкова Татьяна. Я однажды заказывал у вас косточки абрикоса. Жердель, Амур, Байли, Виски, Серафим. Которые благополучно растут в Пирском крае. Вот видите, у вас растут. А другие говорят, а сейчас и не может. Вы не так давно снимали фильм на эту тему. В этом году Амур дал первые плоды. Так. Где фотографии? Обижайте меня. Сад под контролем соседки. Она сказала, что вкусная. Косточки сохранила. Но мне, к сожалению, так не удалось оценить вкус, так как я уже два года, как переехал в Тюмень. Хочу сделать заказ на косточки. Вот. А дальше смотрите, перчик-кассанский. Шесть косточек. Черешья боднара, т-т-т. Ну, в общем, и так далее. Значит, я для чего это самое? Пожалуйста, по возможности. Мне доказательства нужны. Я больше хочу верить, что все правильно. Я очень хочу верить, что в Пирском крае мои абрикосы плодоносят. Ну, то есть, я верю. А доказательства? Вот. Нам нужно брать количество. Нам нужно, чтобы в каждой деревне был хотя бы по одному. Такому. У кого бы они были. Так. А это я привет передаю Людмиле, моей ученице из Финляндии. Вот такая история была. Это... А спору нет. Это дерево из питомника финского. Ну, скромные я бы не вижу. И то... Ну, Финляндия тоже климат не подарок. Если они умеют выращивать, хотя бы такие и саженцы продавать. Ну, честь у Михола. Все-таки витамины. Да? Но самая интрига впереди. Вы видите, что там поднес. Внимание. Итак, яблоня. Это наука. Вот учеба. Я был очень пострадавший от зайца в 21-м году. Рана проработала с жидким раствором глины. Ну, в таких случаях за всю мою жизнь третья примерно. Значит, допустим, голубая глина лечит раны у людей. Якобы помогает. И 2-3 человека, точно не вспомню, которые глины лечили раны на деревьях. Конечно, если делать рану страшную, то, может быть, глина и помогает. Лучше бы тогда вообще не везки, тогда и глины не надо. Но, значит, пострадала от зайцев. Значит, надо рану лечить. И Людмила решила глины. Читаем дальше. Год дерево болело, но выздоровело. В этом 23-м году яблони усыпаны яблоками. Плоды листья чистые. Кими никакой не пользуются. Спасибо, Валерий Коцин, за вашу технологию вращивание плодовых деревьев. С уважением, Людмила. Дело в том, что за что она меня благодарит. Итак, когда она купила саженцы, груши, так, вот, да, яблони тоже. У них были штамп, то есть все метки были отрезаны до высоты 75 метров. И, кстати, все эти до метра. А я снимал пару с ее подачи, я снимал несколько фильмов. Я зашел на их сайт, я посмотрел, что финны так же, как русские, наши такие же дебильные штамбы искусственные. Просто искусственные. Вот. А почему они не знают, что будет потом? А Людмила мне поверила. Вот. Вот ее саженец. Смотрите, это зима. Ветки, видите, сами вылезли. Вот они снизу лезут, лезут. Их не было. Почему? Потому что тут был по симметр. По симметр. Смотрим другое время года. линейку поставил. Вот, видите, специально. А дерево не согласилось с этой технологией. Я ее называю звериной. И сам опять отрастил себе снизу ветки. Вот они. Вот. Прошло время, полюбовались, то есть штамп восстановился и должен восстановиться. Это природное явление. это и есть эти, помните, которые заставили бедную женщину отрезать четыре нижние скелетные ветки толстые, толстые, изувечь дерева заставили. Вот, так и написал, что штамп должен быть от 60 до 90 сантиметров. Ну, процитировали 100-летней давности опять. Это их так научили. Они сами это нихрена не, наверное, ну, что бы для них. Это выпустился с теми рядами. Так? Вот. Они не знали, что случилось следующее. Опять дерево отрастает. И когда они сказали железу генетику знает, а по их понятиям генетика это секатор и пила. Вот этой хорой. Даже не скальпель и микроскоп, чтобы там под микроскопом в ядро залезть с помощью иголки. А просто джиджиджиджих. Вот это их генетика есть. Это их уровень. Их так научили. Они не виноваты. Другое дело, они выяснены. Они говорят, мы весь верно учим. Не положено стопить. А деревья сопротивляются. Вот одно. Вот второе. И внимание, в чем кончилось. Груши купленные с высоким штамповым, обросли от земли новыми ветками. В этом году заплодоносили. Никаких обрезок 18 года. То есть, когда соблёй поздно поглаз. Пожалуйста, пролтебриц. Вот так она спасла яблони и груши. Понятно, да? Итак, я продолжаю пользу такой случаем. Это не мое обстоятельство, это Финляндия. Я убедился в одном. Финны делают такие же дебильные штампы, как наши. Технологии одинаково. Вот. Здесь граница ни при чем, что мы дураки, они умные. Они тощие таки же как мы. Так. Лучше здесь минут. Давайте сравнивать. Дело в том, знаете, что я хоть не как в том году, когда тогда 800 костик персиков с Миллей и Махом. Вот. А причем некоторые уже хвастаются своими результатами. А в этом году персики берут плохо. Поэтому тема в раз, но все-таки я надеюсь разберут эту тысячу костик. Смотрим. У меня персики ни одна не проросла. Извините, телефон я на всякий случай убрал. Я их с осени держал в холодильник до января. Значит, наверное, сухие до января. Потом в января в воде держало. Потом во влажной тряпке. Далее в мох. Сложновато. Все молчат. Сегодня я хочу тискать, расколоть и адрески посадить. Может, что-то получится. Часть с осенью высадили в землю почти на поверхности. Слегка землей присыпали. вчера вытащила ради интереса. Пока ничего не вижу. Это письмо не мне. Сейчас поймете. А у вас прям наглядный пример с отличным исходом. Удачи вам. я сразу вспомнил студенчество и предмет физиологии растений. Видите? Предмет есть, толк нет. Вам в институте преподавать студентам. А то там профессора и доцент только сухие лекции преподносят. От этого нет толку. То есть еще пять лет кату подход. Человек закончил институт или университет, а можете академию или предметатель ни хрена вырастить не может. Теперь берем нормального человека. Верю вас. Кому верю? Вы наверное казахстанский железом. Будете в будущем. Вот. Итак, жители Казахстана. Смотрим. Казахстан. Казахстанская Карганинская область. Абайский район. Город Абай. Дальше я убрал. Ну рановато. Давайте домашний адрес. Кирилен Иван Федорович. Знакомы? Помните, я ему какую должность присвоил? Дежурный по Казахстану. Вот. Телефон есть. Звоните. Делитесь. Вот. И вам это принесет пользу. Ей принес пользу? Понимаете, у него получилось, у нее нет. Ничего закончила. Сухие лекции. Толку ноль. Смотрим. Внимание. Тогда мы решили с Кирилленом Иваном Федоровичем повторить его опыт. Год прошел. Добрый день. Хочу поделиться своими опытами. Второй год пробовал и убеждаю, что все хорошо. Разрушая очередной миф. Все сначала. Повторение это назвали меня этим учителем. Терпите. Замачивал кости персиков своих и ваших абрикосов на трое суток. Это было в начале марта. Запоминайте. Трое суток. Просли 25-26 марта. Заметьте, это еще зима. Отправлял фотки высадки персиков 22 марта. Но еще зима. Главное условие. Высокий горшок или в моем случае двухлитровая бутылька. Посадка была сделана в торфяной стакан объемом 300 мл. Ну и хитрая снизу бутылка обрезана и в нее вдавлен стакан. Этот торфяной сейчас увидите. Стаканчик сохраняет при пересадке форму и объем и корни при пикировке. И вы знаете когда я прочитал слово пикировка у Ивана я чуть со стула не упал. Это ну она-то должна знать у нее там был профессор и доцент а Кириллин откуда знает это моя гордость Кириллин знает слово пикировка. вот теперь вот в этом смысле пикировка настолько безболезненно что российские себя чувствуют комфортно. Так вот немножечко подправлю Ивана для меня для меня вот такие ваше письмо это праздник это возможность поговорить людям что-то объяснить. Так вот смотрите истинное слово пикировка я сегодня искал там все перерыл валяются книги я не нашел опять эту книгу для солыбинских переселенцев там расшифровывается слово пикировка еще 19 века то есть как у вас еще пока они такие этой же весной выкапываются и отрезается центральный корень но мы-то этого не делали значит у вас не пикировка уточняю почему нам тоже надо немножечко это хотя вы правильно пикировка это первая пересадка в юношеском возрасте ну допустим вот по цифрам там в конце марта посадили а в мая пересадка вот там через месяц полтора ну а настоящая пикировка с отрезанием корня а я это называю серпом по яйцам я уже не скрываю таких вот яйца это не матерное слово это часть органа мужского так что это это серпом по яйцам когда отрезать корень но вы сделали особо лучше и успех прекрасный будучи вертикально ответственными пересадка безболезненно прошло почти два месяца в двадцатых числах мая пересадил в огород вот пересадку практически саженцы и не поняли то есть тут слова не заметили фото вам отправлял сейчас им полных три месяца 70 сантиметров за три вообще это рекордсмен фото перевожу схема меня радует саженцы во время высадки сейчас будет фотография это очень важно были 18-22 сантиметра 20 июня 70 сантиметров лето короткое моим зиму окрепнут и вызревет на прививку веточек созревшего куста будет много представляете какой будет кустичек что с первого года можно брать ветки на прививку представляете опыт мой делюсь результатами заморочено конечно но стандартная статификация сажен почти 2 месяца с уважением ну что Иван смотрим смотрим сюда замачивал 25 января поросли 27 марта так считаем это весь февраль 2 месяца так значит замачивал 3 дня дальше я вам где-то не будете два месяца до 27 марта он говорит обычная сертификация то есть то есть они ну как сказать ну в холодильнике в этом и вот они уже видите где и вот самое то что меня душу радует это для меня это как манна небеса вот такие скорлупки сверху значит посадка правильно значит гнить не будут они вылезли вылезли вот они вот самое главное что это самый главный принцип свечения все и вот они смотрите двухлитровая пластиковая бутылки сверху туда вставлены давлены ну сами понимаете я иди иван а днище есть у этих самых или хотя бы дырки у торфейных стаканчиков или они должны сами прости о я этого не знаю вот видите сразу не сообразил а сейчас спрашив я но я тоже учусь вот вот результат теперь это было уже 20 числа мая смотрите но это еще подоконник вот я бы наверное делал по другому у вас успех гарантирован а я же не могу отказаться от своего то есть я бы месяцем раньше высадил бы уже если здесь примерно 20 числа мая я бы 20 числа апреля уже бы высадил хотя понимаю что опасно но я бы взял бы картонными коробками бы закрыл вот ну а дальше выживи не выживи вы до конца продержали их смотрим разрезали как разрезали фильм все видели кто хотел смотрите как образцы вот вроде бы он небольшой еще да вот он саженец он небольшой посмотрите сколько этих корней корней и главное то чего я считал невозможно за год да плотный комп садил хоть берем вот Сергей обычно берет за нижнюю вся штаба и таскает прям это и не бывали из горшка а здесь умудриться за два месяца сохранить форму кова дальше высадка видели и пожалуйста кстати готовый саженец как уже маточное дерево вот понятно а вот это вот он взял и смотрите он взял и подарил этот саженец он еще переехал в другой район и прекрасно растет а это уже лето так ну а теперь еще раз знакомимся еще раз Терилин Иван Федорович телефон дежурный по Казахстану посоветитесь с тобой ученик фух наверное хватит 59 минут осталось до минуты про Монжирский орех мы много говорили а на это я махом отвечу не было ли попыток прививки Грецко-Монжирский были и как же мог пройти мимо этого я с хотел иметь Грецкое орех Сибирь полсотни прививок все мертвые ответ отрицательный попытки были вот это один из моих немногочисленных провалов ну вот и время и стекло вот и время и стекло привет Валерий Крусталев друг мой недавно нашелся ну дальше пошли персики поговорим в другой раз поговорим в другой раз поговорим ладно вот нет можете не покупать эта банка уйдет со свистом я сам интересный что я не говорю абрикосы покупайте сливы покупайте запасы на несколько лет вперед опять же просто не берите без вас на эту сокровище главное спасибо Ивану Кириллину за его подробный рассказ это прям готовое пособие у него получилось нагляднее не говорю что лучше чем у меня нагляднее чем у меня вот так все наше время истекло два часа одна минута не знаю использовал сегодня нет бывало всякое вот но меня утешает тем что я получаю такие восторженные письма думаю значит все таки я не зря живу с и все таки